так что открываем кран и выпускаем мёд с медогонки очищается это необходимо для того чтобы остатки воска не попало в мед мы будем разливать баночки поэтому очищается но по сути потом можно воск пожевать это чистый воск это крышечки вот мёд он такой прям какой-то густой вот такой процесс как мёд бежит стекает красота вкусно пахнет мед в своем составе содержит аминокислоты минеральные вещества и присутствует медь железо йод но как я уже сказала мед медовые продукты он попадая в организм сам и ищет проблемы и их устраняет это такой ценный лечебный продукт конечно важно что мед имеет также антиоксиданты которые очень необходимы организму для поднятия иммунитета не как стражники в организме очищает организм еще хочу сказать что подробнее я буду на протяжении кого-то времени рассказывать отдельно сегодня такая общая информация отдельно буду рассказывать про мед про забрус про сотовый мед прополис кстати про прополис у меня такая хорошая информация видео есть уже и я неоднократно рассказывала показывала как я делаю прополисную настойку 20 процентную это очень такой полезный продукт который должен быть в каждом доме также про пергу это консервированная пыльца это кладезь витаминов микроэлементов каждый продукт имеет свои свойства чего-то меньше чего-то больше поэтому знать информацию использовать каждый в отдельности желательно применять своей жизни как я уже сказала перга это консервированная пыльца есть еще отдельно пыльца пыльцу можно добыть если с целенаправленно вот саша может рассказать как и и допустим добыть саша расскажи что получить пыльцу пчелки летают а у них на задних лапках такие мешочки находятся и они туда собирают пыльцу когда они прилетают к летку ставятся такие ловушки такая сеточка и они когда они проходят между эти сеточками пыльца скабливается скабливается с этих лапок и падает на низ уже пергу перга это уже когда пчелки пыльцу заносят в леток они складываются в этих ячейках они добавляют свои ферменты и консервируются на пыльца на зиму это корм на зиму это пыльцой и медом питаются только рабочие пчелы и трутни а сама пчеломатка питается только маточным молочком которые маточным молочком вырабатывают пчелы и кормят естественно пчеломатку переливаем мед на такой бочонок из нержавеющей стали с краником крышка тоже нержавеющая здесь резинка и такие зажимы чтоб воздух не заходил мёд сюда для того чтобы воздух вышел из мёда для этого мы заливаем сюда как отстойник для мёда получается обратите внимание какого цвета мед очень темный такой насыщенный очень душистый аромат идет обыкновенный саша удобненько устроился чтобы разливать мед по баночкам стеклянным здесь и весы находятся он покажет процесс мед отстоялся и готов чтобы его разливать хочу немножко рассказать все нюансы которые разливки меда надо чтобы отстоялся вышел весь воздух из меда если это не делать то мед будет не такой прозрачный выставляю весы на 0 здесь вот таким вот краником я буду регулировать точный вес ну погрешно здесь а маленькая погрешность пропускается вот мед такой прозрачный золотистый мед после разливки в банках надо убирать обязательно в ящике у меня в ящиках я потом покажу и в темное место мед необходимо беречь от солнечного света после того как он закристаллизовался нельзя ни в коем случае нагревать мед при нагревании теряет питательные вещества и образуются токсины для того чтобы кристаллизованный мед жидкую форму приобрел для этого надо мед глиняную посуду переложить и при комнатной температуре он постепенно приобретает жидкую форму хочу вам еще сказать мед при дороге или на базаре который продается следите чтоб не стоял на свету если вы уже купили мед пластиковой посуде при езде домой перелить его на стеклянную или керамическую посуду перелять его распределить в золотистую посуду берем своем каком ящике мне золотистый перелять у меня банка берем их токсины с теплым и берем это вот как берем это вот как вот у нас такой мед он темненький это у нас здесь попал липовые и каштановый да саш да и чем темнее мед тем там больше полезных веществ микроэлементов более насыщенный такой питательный и вкусный этот ароматный прям аромат на весь дом такой горочкой складывается пока саша разливает мед по баночкам я хочу показать какая у нас глиняная посуда где мы храним мед здесь у нас крышечки за брус здесь у нас сотовый мед это очень удобно такой бочоночек тоже для меда хорошо это тоже но здесь у нас орешки но тоже очень удобно и когда мед стоит при комнатной температуре то он мягкий он из кристаллизованной формы переходит такой жидко мягкую форму и очень удобно им пользоваться и поэтому нет необходимости нагревать что очень нехорошо как саша уже сказал теряется питательные вещества и могут образоваться канцерогены токсины лучше вообще мед не греть а тем более использовать для выпечки я желаю вам всем здоровья и до новых встреч на моем канале смотрите пасеку где саша показывает рассказывает это очень интересно и время от времени я буду показывать и про сотовый мед рассказывать больше про заброс или крышечки про просто жидкий мед про прополис у меня есть уже настойка и про много всяких вкусностей и полезностей